МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Вот и подошла к концу первая неделя весны. И мы хотели бы рассказать вам о самых интересных событиях, которые произошли за эти дни. Начало весны у многих ассоциируется, пожалуй, с самым радостным, особенно для прекрасной половины человечества, праздником 8 марта. Поздравить милых дам спешат все, в том числе и учреждению культуры. Вот, например, в Рязанском театре драмы специально к этому дню поставили комедию «Красотки». О чем говорят мужчины, уже давно знает вся страна. А вот о чем болтают между собой женщины, когда собираются вместе? Если мужчинам это интересно, они могут заглянуть на премьеру спектакля «Красотки» в Рязанский театр драмы. Хотя эта постановка задумывалась режиссером как подарок прекрасной половине человечества к 8 марта. Ведь это история о женщинах, написанной и поставленной женщинами. Да и на сцене вы не увидите ни одного мужчины. Наверное, это эгоистично, захотелось поговорить о себе. То есть обычно ставишь к фестивалю, для подростков. А тут захотелось поговорить о себе. И мне, и шести актрисам, которые заняты в постановке, нашему художнику, у нас собралась хорошая женская компания одного возраста. Возраст – это героинь. И это возраст автора. И это возраст героинь секса в большом городе. И у романа очень много перекличек с этим сериалом. И целевая аудитория, которую мы предполагаем, это, в общем-то, и целевая аудитория секса в большом городе тоже, но не только. Вот. Поэтому вот мы собрались и поговорили о женском. Вы считаете, это плохая задача? Мне кажется, это хорошая задача. Мы имеем на это право 8 марта. Спектакль поставлен по роману известной американской журналистки Лоры Каннигем, которая в своем произведении затронула темы женской судьбы и женской дружбы. А что может быть актуальнее в первый весенний праздник? Так что на сцене театра зритель увидит умных, озорных, успешных женщин, которые в ходе домашних посиделок ведут разговоры на волнующие их темы. В центре беседы они сами и, конечно же, мужчины. Некоторые узнают в героиних спектакля себя, некоторые своих подруг и знакомых. Но в любом случае, каждый из нас будет интересно взглянуть на наше женское общение со стороны. Еще одна ассоциация, которая возникает при упоминании первого месяца весны – мартовские коты. Именно этим милым животным и посвящена выставка, которая открылась в художественном салоне «Палитра». Выставка «Коты. Март» проходит здесь вот уже в пятый раз. Можно сказать, для этого салона она стала традиционной. А ведь пять лет назад этот проект задумывался как разовый. Тогда никто и подумать не мог, что он настолько понравится и участникам, и посетителям салона, что они дружно буквально потребуют очередного чествования мартовских котов. Однако все именно так и вышло. И вот снова небольшой выставочный зал «Палитры» украсили целые стаи всеобщих любимцев. Нарисованные, вылепленные, сшитые, связанные. У посетителей художественного салона они вызывали не меньше эмоций, чем их живые прототипы. Коты вообще очень интересные, милые животные. Их очень многие любят, очень многие их держат, разводят, коллекционируют фигурки. Ну, просто хорошо к ним относятся. И, соответственно, многим интересно посмотреть на рисунки котов, на изделия различные, скульптурки. В этой выставке может поучаствовать любой желающий при условии, что представленная работа будет сделана его собственными руками. А уж в какой технике это решать только автору. Именно поэтому организаторы каждый раз, когда готовятся к выставке, не знают, что же получится в итоге. В один год очень много хендмейд-работ в технике декупажной было. Когда-то была выставка, где прям вот, ну, не знаю, засилье было, работ из пластики, из полимерной глины. Сейчас по техникам, если брать, работы распределены достаточно равномерно. То есть, ну, объясняется, наверное, просто. Когда техника какая-то выходит, появляется, в ней особенный интерес и в ней много работ. Сейчас новых, как таковых, техник уже особо не появляется. Зато появляется много новых, совсем юных, начинающих художников, для которых участие в подобных выставках – большое и радостное событие. Вот, например, Настя Баранова рисует с раннего детства. И теперь у нее появилась возможность показать, на что она способна не только родителям и педагогам, но и тем рязанцам, которые частенько захаживают в этот художественный салон. Я очень люблю рисовать в стиле, в графике, цветными карандашами. Я немного рисую еще портреты, то есть лиц людей, но животные – такая вот излюбленная тема. И чаще всего рисую животных, там, домашних в основном, кота своего очень часто. Но на ее работе под названием «Упорхнула» нарисован вымышленный кот. Настя решила, что ее любимый серый британец для весенней картины не подходит. Именно поэтому изобразила вот этого яркого, пушистого кота. А вообще здесь можно найти усатых, полосатых, самых разнообразных цветов, пород и размеров. Так что загляните сюда хотя бы для того, чтобы полюбоваться на мартовских котов. Весна – это еще и пора, когда творческих людей наконец-то посещает вдохновение. Кто-то котов рисует, а кто-то вяжет бусы. Вот об одной такой мастерице, которая своими руками делает очень необычные украшения, мы и расскажем вам в следующем сюжете. Людмила Горецай преподает в Институте культуры множество дисциплин. В их числе русский язык, культура речи, педагогика и психотерапия. В последней, как известно, существует такое направление, как арт-терапия. Именно к ней и решила прибегнуть Людмила этой осенью. Дело в том, что я осенью ждала очень большую научную работу, научную экспертизу. И пока экспертиза длится, она длится до сих пор, я начала заниматься вот таким вот творчеством. Совершенно неожиданно для себя. Вот просто захотелось, и вот с чего-то у нас вот с этого началось. Захотелось сделать осеннюю рябинку. Творчество отвлекло от тревожных мыслей, так что Людмила решила продолжить. Тем более, что на помощь ей пришел пятилетний сын. Он как-то тоже активно включился в процесс создания бус. Я сказала, мама, я буду делать бусы и дарить их женщинам. Мы уже одни бусы подарили воспитательнице, сделанные им самолично. Все изделия Людмила вяжет крючком, украшая их ракушками, бусинами и более оригинальными материалами. Например, фасолью. Вообще Людмила любит экспериментировать. Вот это вот мне дедушка в свое время подарил, это лунный камень, еще советская работа. Видите, я думала, что-то я его не ношу, а так его не наденешь, а тут вот что-нибудь соберешь под него и вроде как можно носить. То есть вот нравится, делаю что-нибудь новое. Это вообще каштан. У меня ребенок собирает каштаны, но как любой другой мальчик. Не любит этим заниматься. Я нахожу эти каштаны практически во всех местах моего дома. Мы их сажаем, естественно, весной, они, естественно, не сходят. Сын очень переживает, что дерево так не удалось посадить за свою пятилетнюю жизнь. И вот он получился такой вот формы, то есть он усох. Я его взяла, связала туда, покрасила лаком бесцветным. И вот что-то получилось. Я не знаю, что он похож на какой-то, может, даже камень. Вот такие интересные и оригинальные украшения можно сделать самим в домашних условиях. Согласитесь, это ничуть не хуже той бижутерии, которую сегодня мы видим на витринах магазинов. Тем более, что в такую работу мастера вкладывают частичку своей души. Героиня нашего следующего сюжета, по ее собственному признанию, занимается живописью уже 15 лет. И на днях в художественном салоне на Старом Перекрестке открылась ее первая персональная выставка. Полотна этой рязанской художницы можно объединить одним словом – настроение. При первом знакомстве с каждой из картин возникает особенное ощущение, эмоция. И только после становится ясен сюжет, очертание предметов или явлений, изображенных Риммой. Какой-то определенной манере или техники в живописи такой задачи я себе не ставлю. Вообще нравится импрессионизм, такое пастозное письмо, впечатление от ощущения сразу выразить себя. Несмотря на общую причастность к импрессионистам, в творчестве Риммы четко выражен собственный стиль и язык. Особенное цветовое решение полотен завораживает и слегка ошеломляет. В этом и есть суть творчества. Работы художницы отображают наблюдение момента и состояние прекрасного во всем, что в жизни кажется обычным. А на холсте превращаются в состояние волшебства красок и явлений. Мне важен просто сам по себе цвет и его сочетание. Я отталкиваясь от натуры, я уже начинаю свое привносить, что в данной работе хочется. Первую персональную выставку Римма назвала «Степень приближения». Приблизиться к прекрасному вы можете в салоне на Старом Перекрестке в течение всего марта и апреля. Надо сказать, мы не планировали выпускать программу, посвященную 8 марта. Но так сложилось, что все наши сюжеты посвящены женскому творчеству. Ну что ж, о художественном творчестве мы поговорили, о рукодельнице рассказали. Теперь пора поговорить о фотографе, которая задалась целью каждый день на протяжении года делать хотя бы один снимок на заданную ей самой тему. Сегодня всех посетителей Рязанского художественного музея встречают фотографии удивительных по своей архитектуре и окружающей их атмосфере деревянных домов Рязани. Автор этого проекта Светлана Крючкова фотографией занимается с 2007 года. Девушка признается, что в первую очередь ей интересно снимать городскую жизнь. Это окружающая нас архитектура и какие-то бытовые жизненные сценки, участниками которых становятся люди и животные. Но на выставке «365 домов Рязани» представлена в основном деревянная архитектура нашего города. Точнее то, что от нее осталось на сегодняшний день. Цель, конечно, основная была именно сохранить деревянные дома в памяти, так как их сносят ежегодно по нескольку штук. Поэтому сохранить для себя прежде всего, так как я начинала вести проект именно для себя. Сохранить в памяти на фотографиях эти дома, успеть как можно побольше снять. Еще одной целью, которую преследовала Светлана, была определенная самодисциплина. Ведь сам по себе проект «365» предполагает ежедневную работу над определенной, выбранной автором темой. Я очень долго думала над темой, потому что не хотела что-то там, как сейчас обычно, чем заполнил интернет, какая-нибудь там еда каждый день или портрет каждый день. Хотела что-то такое интересное подобрать, поэтому какое-то время думала еще над темой. А потом, так как уже раньше снимала дома, и вот как-то все это соединилось вместе, и пришла тема снимать дома Рязани. Я подумала, что домов у нас в Рязани много, я думаю, что из всех них хотя бы 365 красивых, симпатичных я найду, и подумала, что буду снимать дома Рязани. Начала свой проект Светлана 31 октября 2013 года, а закончила в феврале 2015. Немного не уложилась во временные рамки, зато фотографий сделала гораздо больше, чем планировала. К сожалению, на этой выставке возможности представить все работы нет, так что Светлана постаралась выбрать самые удачные и самые интересные снимки. Здесь каждая фотография с историей. Девушка не просто снимала заинтересовавшие ее архитектурные объекты, но и старалась узнать все возможное об их истории. Год постройки, назначения, владельцы. В ходе этой работы Светлана узнала много неизвестных ей ранее фактов. Ну, например, что у нас в Рязани есть такая улица, цветной бульвар, и на ней стоит вот такой деревянный теремок. На этой улице сохранилось не так много домов, не больше десяти, по-моему, осталось. Сейчас там тоже все застраивают какими-то офисными центрами. И вот на этой улице остался один деревянный дом с таким красивым резным обранством. Он к середине 19 века постройки. Дом номер 6 на Цветном бульваре. Вот сейчас он уже в таком заброшенном состоянии. Горел несколько лет назад. Там часть горела, но как бы задняя часть дома. Спереди он как бы еще достаточно красивый, симпатично выглядящий. Вот. Ну, у него такая тоже своя сложная история. Жильцы там уже не живут, хотя, ну, как бы у них еще там несколько квартир, несколько жильцов. Вот. И они никак не жилье им не дадут, никакой взамен старым. То есть они как бы еще, получается, живут в этом доме. Вот. И судьба его пока тоже не сна. Он является памятником архитектуры. За время подготовки этого проекта некоторые из домов, которые фотографировала Светлана, уже снесли. Неизвестно, как долго простоят остальные. Но в любом случае, благодаря фотографиям Светланы Крючковой, они останутся в нашей памяти. А увидеть больше работ проекта «365 домов Рязани» можно будет на презентации, которую автор проведет здесь же, в художественном музее 12 марта. В завершение нашего выпуска мы хотели бы поздравить девочек, девушек и женщин с 8 марта. Желаем вам оставаться такими же прекрасными. Желаем счастья, здоровья и, конечно же, по-настоящему весеннего настроения. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова